Германия. Для любителей спорта эта страна всегда являлась олицетворением футбольной мощи. Ее сборная – действующие чемпионы мира. Ее клубы всегда среди главных претендентов на победу в Еврокубках. Ее стадионы – самые заполняемые на континенте. В то же время о немецком околофутболе известно не так много. И неудивительно – околофутбольная сцена Германии – одна из самых закрытых. Заглянуть за ее кулисы постороннему чрезвычайно сложно. Нам же это удалось. Благодаря парням из Ганзы Росток, одним из самых активных и ярких коллективов немецкой земли. Встречайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже 6-7 лет. В каждой игре приходят около 12 тысяч. В Германии у нас очень активная сцена по хулиганизму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берлин, Франкфурт, Хамбург, Кайзер Слауден и другие страны, которые очень активно kämpfen. Но мы сейчас наиболее активная сцена. В это время у нас есть Берлин, Гамбург, Франкфурт, Кайзер Слауден и очень много других городов, где есть хулиганские группы. Актыл, наши größte конкуренты Франкфурт и Гамбург, Копенхаген. В данный момент наши самые важные оппоненты это Франкфурт и Гамбург, Копенхаген. Активы опять же Локомотивы Лайпциг и Динамо Дрестень? Ну, в данный момент они не активные, но наши самые важные оппоненты Динамо Дрестень и Локомотив Лайпциг. Сегодня тренирует каждая команда очень сильно и много тренируется для околфутбола. В 2-3 годах у нас была сцена в Росток слишком неактива. Два-три года назад была сцена в Росток очень слабо активнее. Мы хотели больше активность околфутбола и меньше людей, которые принимают наркотики или пьют. Мы хотели группы околфутбола только для спортсменов, без наркомантов и алкоголиков. Группа «Нордский Вуд» образовалась полтора года назад. Мы были 70 км, это очень высокая активность. За это время у нас было 17 драк, это в Германии хорошая активность. Сегодня едем 250 км в запад, там встречается Кайзерслаутен против Кирилл. У нас в эти выходные наш оппонент нам отказался. К сожалению, мы не смогли снять сами драки, нас попросили воздержаться от съемок. Таковы правила игры, в силу которых немецкая околофутбольная жизнь остается одной из самых мало освещенных в Европе. У нас сегодня была драка против Кайзерслаутен и против Кирилл. Первая драка была против Кайзерслаутен 14 на 14. Победа за нас. И вторая драка была против Кирилл. Тоже победа для нас. У нас закрытая сцена в Германии, к сожалению, снимать было нельзя. Большое спасибо и респект ребятам из Кайзерслаутен от Кейтон Рец за драку. И молодец, ребята из Кирилл тоже. В один день две драки сделали. Респект. Столь высокая активность не может не вызывать пристального внимания полиции. Эту тему не обойти стороной. Мы очень сильно оборонены. И у нас очень сильно проверяет милиция. И очень сильно прессует нас здесь, в Германии. Полиция нам помогает нам развиваться вокруг футбола и очень сильно просматривает все, что мы делаем. Полиция думает, что мы какая-то криминальная банда, но это неправда. Нас только интересует спорт и драки вокруг футбола. Сегодня мы побываем на нашей общей тренировке. Будем тренироваться стенка на стенку. Проверять наших младших. Проверять на�� kg. День своихaker. День своихектор. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы собираемся с нашим составом на праздник, мы это делаем раз в полгода, будем смотреть наши драки и принимать наших новых бойцов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На одном вокзале. Пару месяцев позже решили хулиганы от Ганзы ответить на эту драку и накрыть их поезд. Результат был, что они сидели дальше в поезде, не выходили и хулиганы стояли, им надо было опять уезжать из-за полиции. Сегодня мы играем на кубок против Герта Берлин. Мы отправляемся на кубковую игру против берлинской Герты, чтобы понять, насколько весело обстоят дела не только за пределами стадиона, но и на самих трибунах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И по славной традиции принимаем пожелания от наших героев и друзей. Желаю каналу Около Футбола ТВ удачи, больше зрителей и спасибо большое, что приехали, ребята.